Баймахские беспорядки закономерно превращаются в Баймахское дело. По данным башкирских СМИ, на сегодняшний день 46 человек задержаны и обвиняются в участии в массовых беспорядках. Все они останутся под стражей как минимум до 17 марта. Согласитесь, очень символичная дата 17 марта окончания президентских выборов Российской Федерации и не думаю, что эта дата была выбрана случайно. Всем этим 46 обвиняемым вменяется участие в массовых беспорядках, а также по возможности подштопываются довольно тяжелые статьи по экстремизму, покушению на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов и так далее. Жесткость, с которой обращаются в юридическом плане задержанными, не оставляет сомнений в том, что Радио Хабирову удалось таки в определенной мере убедить федеральный центр не только в наличии башкирского экстремизма, но и в опасности этого экстремизма для целостности страны. Тем временем эхо баймахских событий все еще мечется по бескрайным просторам России. В Сургуте и Казани задержаны несколько граждан, которые выступали публично на пикетах с требованиями освободить задержанных и осужденных в Баймаке. В Москве силовики предотвратили акцию солидарности и протеста против баймахских событий около мечети на Большой Татарской улице. Согласитесь, даже название и адрес этой мечети звучат символично. И прежде чем власти окончательно подытожат ситуацию как подавление сепаратистско-экстремистских проявлений в Башкортостане, перед ними все-таки стоит задача по урегулированию двух очень щепетильных проблем. Во-первых, это смерть Рифата Даутова, а во-вторых, это увечья Дима Давлеткильдина. По факту смерти Даутова назначена дополнительная экспертиза и есть надежда, что нелепую байку о том, что человек внезапно скончался в автозаке от отравления суррогатным алкоголем, удастся каким-то образом заменить на более правдоподобную версию. А вот с Димом Давлеткильдином все сложнее. Как известно, он добровольно, будучи вызванным, явился в отдел полиции, как говорится, на своих двоих, будучи вполне себе здоровым. И на данный момент находится на больничной койке медицинского учреждения с диагностированным переломом позвоночника. Ну, уже появились противоречия между МВД и ФСИН о том, в какой же момент Давлеткильдин был травмирован. В тот момент, когда он был в ведении МВД сотрудников или уже потом, когда он переместился в систему ФСИН. Очевидно, что вариант «сам виноват» для Давлеткильдина никак здесь не прокатывает и придется поискать крайних. То есть, ну, возможно, конечно, придумают какую-то версию о том, что человек во сне свалился с койки. Но маловероятно. В общем, вот эти две очень непростые задачи нужно решать властям Башкортостана. Очевидно, что кровь на руках их как бы не радует, и нужно по-быстрому эту кровь каким-то образом смывать, стирать и делать невидимой. И, соответственно, вот эта проблемка стоит. Мнение радикальных жителей Республики Башкортостан я не вкладываю в термин «радикальный» здесь сейчас никакого негатива. Так вот, мнения эти разделились. Некоторые все еще верят в доброго царя и обивают пороги Совета Федерации. И приемные руководители Следственного комитета России Бастрыкина, полагая, что поддержка Хабирова из федерального центра – это плод ошибочных восприятий того, что происходило в республике в эти дни. Иные медийные личности поспешили наградить Хабирова даже титулом «палача башкирского народа». К слову сказать, титул «палач башкирского народа» с 18 века после Тевкелева не присваивался еще никому. И Хабиров рискует с легкой руки Рамиля Рахматова накрепко закрепить это позорное звание за собой на весь второй срок правления в Башкортостане, который, без всякого сомнения, ему обещан в Москве. Впрочем, ситуация, если истабилизировалась, то отнюдь не остыла. Жару поддают те активисты и участники баймарских событий, которым удалось ускользнуть из лап кровавого режима. И если, например, плаксивый певец Алтын Айвалитов бежал и сидит тихо-тихо где-то там в казахских степях, то непримиримый борец с варварской золотодобычей в юго-восточных районах Башкирии Ильдар Юмагулов ежедневно обличает ради Хабирова. В своем последнем видео Юмагулов сообщил о похищении его жены неизвестными и о том, что в ходе баймарской бойни погиб не один только Даутов, а есть еще один погибший. Но эти данные мы не опровергнуть, не подтвердить пока не можем. Нам остается, как обычно, наблюдать происходящее, анализировать реакции и попутно удивляться тому, как легко и непринужденно ради Хабиров смог обмануть Кремль. Ну, утешать себя мы можем тем, что рано или поздно даже такие, как Хабиров, все равно будут держать ответ за свои дела, но если не на этом свете, так на том. Критические, судьбоносные моменты для страны очень важно иметь адекватные непредвзятые источники информации. Каковым, смею надеяться, для вас и является канал «Открытая политика». Помните, что вы не только его зрители, но вы своего рода его хозяева, потому что только благодаря вашей помощи и поддержке, финансовой поддержке, канал «Открытая политика» до сих пор существует. Так что не стесняйтесь, помогайте каналу настолько, насколько вы можете это делать. Помочь каналу можно единственным способом, перечисляя деньги на расчетный счет, который мы вам демонстрируем сейчас и который указан под каждым нашим видео в описании. Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, Ради Хабиров всю неделю метался от пустого к порожнему. Встречался с редакторами газет, чтобы они не вздумали писать в своих никчемных газетках что-нибудь неправильное, как будто бы эти газетки хоть кто-нибудь читает. Лебезил перед башкирскими писателями, как будто им это очень нужно, а они вовсе не ждут какого-нибудь очередного гранта от него. Даже инстафоткался с какими-то инста-самками и инста-самцами, полагая, что социальные сети зависят от тех, кто находится в подписке у Урала Кельсинбаева. Хабиров съездил в Училы, где тщательно отобранным лучшим людям города наобещал украсить небо алмазами, а горы позолотить золотом. Под конец недели Хабиров торжественно открыл первое здание Уфимского кампуса и с этим его благосклонно поздравил Владимир Путин по видеосвязи. Человек похожий или очень похожий на Владимира Владимировича даже пригрозил Хабирову своим визитом в республику, правда не уточнил когда, ограничившись формулировкой в ближайшее время. В целом же вся эта запоздалая суета напоминала попытку запустить неработающие почки при помощи ненастоящего боржоми. Не думаю, что все вот эти метания между писателями и инста-самками чем-то помогут Хабирову в деле приподнятия его окончательно упавшего авторитета в регионе. Если вы смотрите наш канал, но по какой-либо причине все еще на него не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Это безопасно и очень полезно. А если вы подписаны, то обязательно ставьте лайки, комментируйте и делайте перепосты в своих соцсетях. Так вы тоже поможете продвигать наш канал. Ну и не забывайте, пожалуйста, о телеграм-канале «Открытая политика» и «Яндекс.Дзене.Открытая политика». Там тоже интересно и весело. Тем временем на фоне политических страстей в республике не прекращается процесс сокращения популяции команды Хабирова. Причем сокращение этой популяции происходит наиболее эффективным способом, который действует в принципе на любых паразитов. действует безотказно. Их ловят и нейтрализуют. Вопреки тому, как тепло и дружественно отзывались о соратнице ее дружки-подельники, госпожа Прочаковская продолжает оставаться под стражей и сидеть за стенках кровавого режима. Суд продлил ей арест до 16 марта. То есть у нее все-таки будет шанс проголосовать 17 марта на свободе, если ее все-таки выпустят. То есть вот помните, да, активистов Баймака арестовали до 17 марта, а Прочаковскую только до 16 марта. Кстати говоря, я удивился вот этому факту, потому что был уверен, что 2 февраля Прочаковскую выпустят под подписку о невыезде, и в скором времени состоится суд, который назначит ей условное наказание, и, как говорится, она с позором завершит свою чиновничью карьеру. Но что-то там пошло не так, и Прочаковская продолжает сидеть под следствием. Видимо, у следователей или остались вопросы, или появились новые. Советник Хабирова по науке Руслан Казаханов тоже продолжает греть нары, находясь под следствием, и он не увидел открытия кампуса. Если Прочаковской, например, светит только условный срок, ну и позорная печать в биографию, то Казаханову, кстати говоря, грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. То есть тут, конечно, все серьезно, и вот этот соратник Хабирова продолжает сидеть на нарах. Еще один соратник Хабирова, экс-мэр Давликанова Вячеслав Гапоненко на прошедшей неделе получил приговор. 4 года условно за то, что принял очистные сооружения, которые не были до конца построены. Ну, а если проще говорить, то и вовсе не работающими были. Согласитесь, это очень мило. Нанес бюджету урон на 89 миллионов рублей. Получаешь 4 годика условно, возвращаешься в свой комфортабельный теплый коттедж с подогревом полов. Замечательно. Ну, не вздумайте только снежок куда-нибудь, куда не нужно кидать. За это вам могут выписать лет 5 реального тюремного срока. Вот такое вот у нас правосудие. По понятным причинам на нашем канале мы довольно редко обсуждаем ход специальной военной операции. Да, собственно, мы доподлинно и не особенно знаем, что происходит на рубежах Украины и России, если отбросить в сторону оголтелую российскую пропаганду. Но сегодня я натолкнулся на некую хронологию, которая навела меня на важные и, увы, печальные мысли. Сегодня 709 день специальной военной операции. И 709 дней – это ровно половина длительности всей Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война, как известно, длилась 1418 дней. И закончилась она, как нам известно, в Берлине. Чем закончится специальная военная операция и сколько она продлится, мы, увы, не знаем. И вот это меня очень печалит. Давненько мы не говорили о том, что творится в столице благословенного Башкортостана, в городе трудовой доблести Уфе. Обсудить и осудить, поверьте, за это время накопилось многое. Последний раз мы говорили об уфимских делах аж в прошлом году. Так вот, мэрия Уфы окончательно расписалась в неспособности справиться со снегом, несмотря на то, что в этом году, собственно, этого снега не больше, не меньше, чем обычно. Мавлиев в отчаянии объявил субботники по уборке снега трехдневными и вообще предложил жителям бросить работу и заняться бесплатной уборкой снега вместо своих подчиненных. Инициативу эту почему-то назвали «Честный четверг». Я не знаю, куда смотрит русская православная церковь, когда мэр города Уфы направо и налево разбрасывается специфическими терминами. В ответ на гневные требования жителей Уфы очистить дворы и подъезды от снега Ратмир Мавлиев объявил конкурс на лучшее исполнение песни «Уфимские липы». Ну, никто, собственно, связи не уловил, но за Мавлиевым начинает закрепляться кличка «Липовый мэр». А еще мэрия Уфы предостерегла горожан от фейковых аккаунтов мэра. Если вы видите в сети пост о том, что мэрия намерена убрать снег, справиться с транспортным коллапсом или с бездомными собаками, внимание, граждане, знайте, это фейк. Ничего подобного настоящий мэр Уфы обещать не обещал и обещать не будет. А тем более он не будет ничего подобного делать. В отличие от виртуального мира, в реальности у мэрии Уфы дела идут из рук вон плохо. Из всех объектов к юбилею Уфы реально готов только театр кукол. Ну, видимо, вокруг этого театра мы и будем хороводить то самое 450-летие города Уфы. Улица Пугачева совершенно не движется, реконструкция этой улицы, а сроки уже поджимают. Мавлеев во всем винит несознательных граждан, которые отказываются продавать ему свои дома по цене собачьих будок. Ну, в общем-то, подстилает соломку и сроки точно будут сорваны. А улица Октябрьской революции, реконструкция которой была заявлена именно к июню 2024 года, так вот там всю эту реконструкцию благополучно отложили до 2026 года. Ну и, как говорится, это тоже не точно. Но главный провал Ратмира Мавлеева – это, конечно, улица Округа Галля. Вот это соединение улицы Округа Галля с восточным выездом, которого не случилось по вине городских властей, вот это, конечно, грандиозный провал. Собственно, то, что улица Округа Галля не соединилась с восточным выездом, по большому счету, вообще обнуляет всякий смысл этого восточного выезда, и никому непонятно, зачем он нужен. Чтобы челябинцы ездили на Сипаевский рынок почаще, что ли? Ну, другой цели тут пока не просматривается. И, в общем-то, вина Уфимской мэрии абсолютно очевидна. Как известно, все крупные кормушки, попадающие в поле зрения команды Хабирова, рано или поздно превращаются в проблему. Не стало исключением и хоккейный клуб «Салват Юлаев» с его многомиллиардными оборотами. На прошлой неделе стало известно о блокировке счетов клуба за долги в размере аж 230 миллионов рублей. Руководство клуба поспешило всех заверить, что это незначительная какая-то бухгалтерская коллизия, и проблема будет решена уже к 1 февраля. Но, увы, ни 1, ни 2 февраля проблема решена не была. И, более того, Трудовая инспекция Республики Башкортостан уже вынесла клубу предостережение о недопустимости задержки заработных плат для персонала организации. Ну, причем эти задержки в выплате заработных плат неизбежны в случае, когда у организации заблокированы счета. Что на самом деле стряслось с финансами «Салват Юлаева», мы доподлинно сейчас не знаем. Была ли это действительно бухгалтерская ошибка, растрата или происки каких-нибудь эстонских банкиров, мы не знаем и, возможно, даже не узнаем. Но вот в чем я абсолютно уверен, так это в том, что если хоккейный клуб «Салват Юлаев» управляется по истинным хабировским принципам, то его крах – это всего лишь вопрос времени. В Уфе начали монтаж памятника Муртазе Рахимову в сквере около Государственного собрания. Власти намерены открыть монумент к 90-летию Муртазы Губайдулыча Рахимова 7 февраля. И это будет, как известно, очередной шедевр Салавата Щербакова, которого уже прозвали Хабировским Церетелли. Место и облик памятника первому президенту республики Башкортостан вызвали массу кривотолков и противоречий как в среде обывателей, так и в семье покойного Муртазы Рахимова. Например, бежавший за границу сын Муртазы Рахимова Урал и вовсе желал, чтобы памятник его отцу был размещен в микрорайоне Дема и воплощал совершенно молодого Рахимова таким, каким его, видимо, хотел помнить Урал Муртазович. Ну, так или иначе, памятник будет таким, каким его захотел видеть ради Хабиров, и стоять он будет именно там, где решил, что он будет стоять ради Хабиров. Остается невыясненным один вопрос. Станет ли монумент местом поклонения башкирских националистов всех мастей, которые с ностальгией вспоминают рахимовские времена, времена, когда процветали кугубыры, союз башкирской молодежи и всемирный Курултай, когда юный Азад Барданов с мегафоном управлял потоками вот этих вот серых волков, когда ради Хабиров, по сути, сам создал все вот эти вот молодежные националистические объединения, вот эти времена вспоминаются тем, кого сейчас не очень-то жалуют в официальной политике и которые, может быть, и склонны к тому, чтобы сделать Муртазу Рахимова символом своей молодости и юности. Ну, в общем-то, поживем-увидим, но на первое время наряд Росгвардии у монумента Муртазе Губайдулыча, пожалуй, что смотрелся бы очень даже органично. Обязательства ради Хабирова перед Владимиром Путиным не дают Хабирову право провалить выборы президента, которые состоятся через 40 дней и начнутся 15 марта. Но у нас, жители Башкортостана, остается право не голосовать за Путина, если нам представляется, что он, Путин, никак не реагирует на то, как Хабиров управляется с регионом. И потому, если существенная часть тех, кто еще вчера готов был отдать свой голос Владимиру Владимировичу, откажется за него голосовать, они, собственно, будут в своем моральном и юридическом праве. А вот виной этому всему будет, конечно же, ради Хабирова. В телеграм-канале «Открытая политика» мы провели опрос на тему, повлияло ли последнее безобразие Хабирова на отношение наших подписчиков к Владимиру Путину. В опросе приняло участие более 2000 человек, и вот его, собственно, результаты. 28% опрошенных отказываются голосовать за Путина, если он не снимет Хабирова. Вот такая вот категорическая позиция. 16% опрошенных не видят связи между Путиным и Хабировым и в любом случае проголосуют за Путина. Большинство опрошенных, 47%, не собираются голосовать за Путина ни при каких обстоятельствах. Ну, вот такая у нас аудитория. И еще 9% не определились в своих предпочтениях и пока не думали о том, насколько связан Владимир Путин с тем, что творит Хабиров в Республике Башкортостан. Таким образом, мы видим, что по итогам 5 лет правления Хабирова в Республике Башкортостан Путин потерял 28% как минимум наших подписчиков. Ну, как говорится, вот такая арифметика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok